Эй, йоу, ребята, я знаю, что вы долго ждали новой инфы про Марка А4. Поэтому сегодня в ролике я расскажу вам о том, как Марка банывает свою аудиторию. Что? Что скрывает от фанатов А4? Погнали! Прежде чем я начну, попрошу тебя поставить мне лайк. А цифра лайка покажет, какой подарок ты получишь на свой ДР. Проверяй. Сначала скажу, что первый ролик с участием Марка вышел на канале А4 13 сентября. Плюс два месяца назад на канале уже есть 22 ролика с Марком. А Серега А4 на канал так и не вернулся. Хотя в телеграме у Антонова странная активность. Он спрашивает у подписчиков, какие стримы ему вести. А сейчас вообще улетел в Дубай. Кстати, Глент сейчас тоже в Дубае. Совпадение? Не думаю. Ребят, крыша поехала. У меня просто поехала крыша, представляете? Что вообще происходит? Кстати, а самые внимательные могли заметить, что ребята едут в одной машине. Но об этом чуть позже. А пока пишите в комменты, какой ваш любимый ролик с участием Марка на канале А4. Вообще, я хотел рассказать вам о вопросах, на которые отвечал Марк. В своем телеграме парень периодически отвечает на вопросы аудитории. Кстати, ссылку на телеграм Марка я оставил в описании. Вопросов было немного, но я раскопал кое-что интересное. По-моему, Марк планирует свадьбу. Но давайте обо всем по порядку. Первый вопрос, которому бы я хотел уделить внимание, звучит так. Как ты относишься ко всему А4 продакшену? Как тебе коллектив? Марк ответил, что он рад попасть в команду. Ему очень понравилось работать в таком коллективе. И он будет стараться радовать не только подписчиков, но и своих коллег. Ну, скажем так, этот ответ меня не удивил. Ведь в команде А4 много интересных и творческих ребят. Которая не только хорошо справляется со своей работой, но и умеет создавать веселую атмосферу. Поехали дальше. Второй вопрос от подписчицы Полины. Как ты ухаживаешь за кожей лица? И вот тут в ответе Марка явная ложь. Он написал, что только по приходу в А4 стал ухаживать за лицом. А до этого только умывался. Но мы-то знаем, что Марк еще всякие масочки делал. Кремушками мазался. Это видно по его тиктоку. Я Марки за четыре. Я лучший блогер в мире. Серегу заменил. Серега, извини. Мне стать... Марк, Марка четыре. Не носит футболки. Марк, Марка четыре. Не видит в них толку. Марк, Марка четыре. Лучший краш во всем. Я Марки за четыре. Я лучший блогер в мире. Серегу заменил. Серега, извини. Мне стать... Марк, Марка четыре. Не носит футболки. Марк, Марка четыре. Не видит в них толку. Марк, Марка четыре. И причем это было не один раз. Эх, Марк, не хочешь делиться своими секретами с фанами? Следующий вопрос звучал так. В каких странах ты уже успел побывать? Подписчик, который задал этот вопрос, точно не смотрел мои видео про Марка. Ведь мы хорошо знаем, что парень путешествовал с отцом, был в Турции и Египте. А еще блогер был в Израиле и Абхазии. Он выделил это, поэтому если вы из Абхазии, то ставьте обязательно лайк. А тем, кто напишет в столице Турции, Египта и Израиля, я поставлю лайк лично от себя. В этом же посте Марк рассказал, что он не обидчивый и родился в невинном иске. Но это мы и так знали, поэтому предлагаю переходить к самому интересному. Марк уже определился с тем, каким должна быть его свадьба. Как я рассказывал раньше, блогер уже несколько лет встречается с девушкой по имени Элина. Возможно, молодые люди планируют узаконить свои отношения. Поэтому Марк задумывался над тем, какой должна быть его идеальная свадьба и рассказал об этом фолловерам. Я бы хотел посмотреть на свадьбу Марка, но пока парень не особо делится подробностями своей личной жизни. При этом Марк не только отвечает на вопросы аудитории, но и сам их задает. Вот, например, в каком городе или стране вы бы мечтали побывать? Сам блогер ответил, что хотел бы побывать в Токио, ведь ему нравится дрифт. Хм, не знаю, у меня Япония не вызывает ассоциацию с дрифтом, но каждому своё. А страна, которую выделил Марк, это Англия. Он также отметил, что болеет за один английский футбольный клуб и мечтает побывать на его матче. Как вы думаете, какой это клуб может быть? Есть здесь знатоки футбола? А ещё Марк играет в Counter-Strike. А в какую игру играешь ты чаще всего? Пиши свой ответ в комменты. Ещё из инсайдов Марк раскрыл название своего любимого блюда. Это макарошки с сосисочками и кетчупом. Макароны, макароны с кетчупом, кетчупом. Пастрия, пастрия с перчиком, перчиком. Ложку вправо, вилку влево. Кушаем, кушаем. Ставьте плюс в комменты, если тоже любите всё есть соусами. Мне приятно видеть, что Марк общается с фанатами. Хотя на много интересных вопросов парень так и не ответил. Вот, например, на эти вопросы. Всё-таки видно, парню есть что скрывать. Ну, либо съёмки забирают слишком много времени. Кстати, а я отвечаю на все вопросы подписчиков в своём телеграме. Сбрасываю туда всю эксклюзивную инфу, что не попало в ролик. И провожу викторину. А ссылка на мой телеграм в закреплённом комментарии. А ещё видно, что Марк хорошо подружился с Риви. Он снимается в её кружочках. Здравствуйте, что будете петь? Ваша песня. Прованс. Уютная. А также тиктоках. Ещё Марк помогает Алёне снимать видео. Да и вообще, видимо, молодые люди поладили. Если тебе нравится пара Риви и Марк, ставь сердечко в комменты. Фух, вроде всё рассказал. Хотя, если под этим видео будет 10 тысяч лайков, я расскажу вам, как Марк попал в команду А4. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok